так ну чем мы в эфире это здорово так вадим ну привет здравствуйте сделаем вид что мы не общались до этого делаем сделаем вид да такой будет экспериментальный формат сегодня общения на тему мой 3d fusion fusion 360 вот днем на фоном смотреть с тобой таймлапсы по моему то правильно по русски понимаю вадим хорошо так знает мой 3d я так на самом деле за глаза тебя называю как правильно говорить амбассадор мой 3d я бы хотел чтобы меня так называли больше никто не занимается так так ну собственно пример будет нас вот так вот гиростабилизатор какой-то стабилизатор для камеры здесь фоном идет вот только я моделировал так наверно у нас будет формат вопрос-ответ какие-то вопросы буду я задавать тебе какие-то вопросы ты будешь задавать мне а скорее всего и будет меньше вот кто будет первое давай я я чтобы я начну чтоб представиться вот да давай меня зовут вадим я работаю в программе мой 3d вот мы с евгением познакомились на почве того что ему стало интересно программа мой 3d что типа вот что-то интересное новое и мы с ним познакомились и непосредственно решили проверить сравнить давай посмотрим каково это работать в мой 3d и и во уже не на примере одной модели вот записали видос же не сделал больше такой прям видеоразбор на 3 часа я свои три часа сократил до 30 минут ну до 40 точнее 38 чем-то вот и мы хотим рассказать о том что у нас получилось поделиться опытом вот мы даже больше на самом деле хотим записать вопрос-ответ друг другу чтобы вот мы могли ответить и вы непосредственно тоже наши размышления послушали по этому поводу вот так ну круто так но я над представляться не буду как бы на видео все-таки будет у меня на канале пока размещаться потом ссылочки все будут описание так что кстати у вадима тоже есть свой youtube-канал ссылочку обязательно оставим подписывайтесь на него ознакомьтесь таким классным не знаю предсказать пакет программа как правильно обзывать на это все есть любое обеспечение 3d пакет по факту так что да заходите смотрите ознакомьтесь вдруг вам будет интересно но промойку я на самом деле слышал раньше я даже и скачивал и и честно я когда искал мой я скачал твою сборку не знаешь а где ты нашел ее а по-моему гамм рот или чё-то такое я вот сейчас не помню уже да было дело вот я вот уже не помню но как-то меч это нужно было гихардочно быстро попробовать конвертнуть все это в стрельку с хорошей сеточкой и вот там такой pipeline был типа фьюжн мой из моих зебру зебры там хай поле моделька потом это пологина там куча это очень отдельная история ну так что так ты впервые знал промойку и принципе кабан не всегда где-то фоном где-то я знал что она есть такая существует какая-то непонятная вещь гугли не на самом деле на ютюбе дают такие ну интересные результаты там люди разные такие проекты пилят нос нам какие-то ну как бы я сказал промышлен дизайн наверно что-то к этому ну кто-то может гитару там делать я знаю там есть канал на ютубе где чувак заморачивается и делает гитару мой 3d то есть ему вполне устраивает потому что он опять же из мой 3d все очень легко посылает на чпу станок и они там все там вытачивается плюсом кто-то делает да вот в основном популярному и стала больше из-за виталия булгарова который показал свои работы с концепт-дизайном то есть то как он использует мой 3d для концепт-дизайна вот то что он какие-то простые вещи какие-то точнее как сказать именно комплексные вещи наверное он делает мой 3d а потом уже в кси называется не помню ну короче есть си у айзет что-то такое там да не не пси а вот именно кси это старая программа такая ну вот он в ней работает то есть ну и вот у него там он полигонами что-то моделит потом переходит в мой сделать что-то в каде и перегоняет обратно себе в полигоны и то есть ему хватает вполне себе такого пайплайна вот кто-то да кто-то занимается тем что просто конвертирует модели кадовский мой 3d потому что у нее очень хороший аппроксиматор то есть делает очень крутые сеточки вот ну и да в основном очень много применению программы вот но я так в кольц смотрел разные видюшки это помню там даже видел как это нодовая система своя встроенная есть заметил на энтузиасты есть потому что до сих пор на форумах люди прям занимаются развитием нодового редактора но это все пошло из граскопера то есть людям захотелось более простого редактора нодового не такой как в риноцеросе граскопер он же там тяжелющий там вообще непонятно ничего то есть и так скажем энтузиасты собрали что-то свое при том что в основном его точно там не помню кто где создатель но в основном ее делал максим смирнов соотечественник наш он очень давно этим занимался но вот он имплементировал какую-то систему в мой 3d которая непосредственно могла уже работать с движком и выдавать в геометрию на основе нодов ну кстати во фьюжне тоже такая возможность есть можно подключить динамо ттеск динамо а это отдельно продукт причем тут есть аддоны можно которые скачать в appstore южика прям вот одна кнопочка условно выгрузить модельку отсюда либо какую-то геометрию сразу в динамо а вот кстати хорошо уточнить здесь по поводу развития двух программ то есть мой 3d делает один человек но у него по факту есть какая-то команда но мне кажется там юристы еще какие-то люди то есть это все делает один человек а фьюжн 360 делает автодеск вот поэтому здесь кардинальная разница про большую я не ничего не буду говорить плохо про автодеск вот целом нет у них очень классно образовательная политика в плане как они бесплатно предоставляют до пакеты все эти вот и школам и студенческие лицензии с одной стороны это классно но как бы я очень прекрасно понимаю что во первых это облачный продукт и вот на фоне последних событий а никого не хочу убежать но есть риски что все таки как бы ну я точно знаю что в те люди которые боятся что-то потерять уже давно скопировали свои проекты в офлайн вот ну вот но опять же да я даже больше к тому что все таки развитие у фьюзона намного как сказать намного динамичнее чем мой 3d да сейчас пилится на данный момент даже записи видео уже бета пятой версии программы мой 3d но существенно она не изменяется то есть опять же там политику человек такая что как проект программы которые он делает она должна быть не такая тяжелая то есть все что хочется у тебя точнее вот все что возникло у тебя в голове тот самый момент для вдохновения ты должен его быстро воспроизвести и то есть на это знаете я вот я сделал программу я с тобой сейчас полностью соглашусь потому что например я вот просто мне стало интересно я решил сделать массив из-за степовской модельки и вставил в мойку и там по-моему 50 на 50 и что-то сделал да то есть степовская моделька и это произошло за там три четыре пять секунд то есть он сделал массив этот я отдельно в группе в контакте по фьюжику я прям сделал пост там давайте мерить производительность попугаев то есть например просто кубы там 50 на 50 на 50 миллиметров да я там сделал массив по моему 100 на 100 а вот на моем компьютере эта процедура создания такого массива заняла 15 минут я прям я прям засекал то есть вот реально вот создание массивов это прям очень-очень тяжело для фьюженов и еще хуже если ты это делаешь в эскизах например вот ну смотри в целом я думаю что мы кратко ознакомили людей с темой видео поэтому можно наверно переходить к вопросам так вопросы или тебе еще есть что сказать ну наверное будем как-то с пром там какие-то вопросы наверное будут появляться в процессе всего этого да ну да а ну я бы да ну раз уж так мы про тебя как бы еще мало на самом деле как понял не моим нет если если будет на это рассказал бы ты как ты используешь вот это как ты используешь например в своей работе например дали по проектах именно мойку вот и почему остановился на на ней почему почему не фьюжен или почему иногда ты фьюжен используешь то есть тоже фьюжен знаешь тоже конечно вот да ну смотри в мой 3d я вообще унес все все проекты которые нужно было делать полигонами то есть у меня сейчас допустим на основной работе есть задачи по работе с логотипами то есть логомоушен какой-нибудь то есть но и сам по себе как бы генералист ну с уклоном в моушен дизайн то есть я знаю большой спектр программ и работаю в основном да с графикой по основной своей деятельности по роду деятельности вот и мой начал заниматься как хобби и в какой-то момент понял что большинство задач я могу вернуть все что связано с моделином то есть как бы понятное дело там все что касается анимации это cinema 4d это естественно а вот допустим что что касается моделинга я все это перенес мой 3d то есть даже какие-то простейшие задачи там не знаю создать куб мне уже все ними это не так удобно потому что мне ну тем более тоже по моему сетка не так важно да да для вот таких задач ну да то есть то есть здесь здесь меньше заморочек и опять же мне не нравится в синеме позиционирование моделей то есть я в мой 3d как-то уже больше привык работать с инструментами как сказать ну перемещение объектов в пространстве и опять же там идеальная система система для меня снэппингов алайнов то есть все что касается перемещения объектов мой 3d намного удобнее чем в синиме к сожалению или я просто уже привык опять же может быть это дело привычки я думаю тогда это дело привычки можно поэтому мой 3d я использую постоянно в своей работе и даже не и даже вот вы вне вне работы чтобы опять же видишь и я считаю что нужно как можно больше работать в программе которая тема всего нравится который тебя больше всего устраивает опять же по скорости работы мой 3d меня абсолютно устраивает а какие-то вещи которые касаются допустим уже взаимодействие с vision потому что опять же мой 3d я использую как основу я собираю все компоненты мой 3d но какие-то вещи допустим какая-то деталь у меня там не получается сделать фасочка прямо тут не выходит никак мой 3d не может посчитать я перетаскиваю весь этот объект во фьюзен и во фьюзене фасочку эту делу опять же во фьюзене можно делать большие большие комплексные фаски за один присест то есть ты буквально активируешь команду филита и там ты можешь делать один филит под по одному лупу из граней потом ты делаешь другой филит и он на основе прошлого филита уже делает компоновку всего этого то есть и это намного быстрый процесс то есть мой 3d такое делается тяжелее вот и все модельку я подготовил перекат перекидываю обратно в мой 3d и дальше собираю там вот то есть вот в таком плане я использую фьюзен вот ну то есть его в любом случае без сторонних каких-то дополнительных инструментов но не обходится как это не не полного цикла программы да как бы готовки финальной модели ну да конечно то есть здесь все таки берем в расчет опять же да как я уточнял уже что программа так или иначе старенькая и движок который считает те же фаск то есть опять же проблема в основном всегда заключается в фасках то есть мой 3d тяжело считает какие-то вещи где то есть в тех местах по-моему в той же синьки по-моему есть какие-то ноды по-моему это странный видос смотрю где можно сымитировать фаски а не это это все что касается не формообразующих а вот именно те которые мелкие это как бы фиг с ним это реально можно шейдером сделать а вот именно какие-то серьезные фаски которые прям вот как участок на текущем видео увидим тебя вот на геометрии да да то есть те 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 вещи которые образуют форму силуэт модели они бывают сложно воспроизводимы потому что комплексные а вот с такими комплексными вещами фьюзен справляется а мой нет потому что у нее не хватает данных допустим даже для того чтобы два филе ты совместить друг с другом вот вижу такое фишин такое как семечки ну да кстати вот сейчас вот там на фоне идет видео да как бы я его на самом деле тремя частями записывал где-то в районе двух-трех ночи каждый из них да это кстати такой странный момент был как-то вот эту фигуру тело которые участвуют на протяжении всего я так тупил я после этого утром посмотрел такой какой бред накрутил просто можно было в три раза быстрее сделать да да я прям повеселился в этот момент думаю нифига ты купишь зачем так много а знаешь вот у меня с тех пор у меня появился 3d манипулятор я здесь замечаю что иногда посижу и просто бездумно вращай модель потому что мне это нравится когда connection это ну да да меня позвали на вечеринку автодеска и там как бы у меня получилось ее выиграть в конкурсе поэтому я кстати очень долго не признавал она мне по моему месяц-два просто валялась коробки новые я думал что за звери ты просто крутил неудобно а потом как когда я сел здоровый компьютер и стал левой рукой искать вот этот то есть я прям сижу у меня лев рука что-то ищет я понимаю что она не находит этот манипулятор я понял что все привык только да тогда я понял что эта штука реально очень оказывается нужная кстати она еще очень хорошо в блендере работает в зебре да они у нее зебре 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 у меня не сработала у нее так или иначе очень большая поддержка по софту потому что ну как говорится она не безосновательная тема это то есть люди и профессионалы и пользуются как раз таки для более удобного манипулирования модели во вьюпорте раз мы за об этом зашли какая у тебя компьютерная мышка у меня сейчас просто x7 x7 до афу течь да ну самый душа у меня тоже такая значит светится такая сперлевы нет у меня на самый вот как ты вот представляешь модель x89 написано нет у меня вот она просто x7 и все ну сверху тени уник 7 светится ладно все да не просто на работе имел ко мне осторожность подключить свою офисную мышку понял что там частичность не хватает и прямо вот кстати как в фьюжике как в мойке там чуть-чуть на мышке на как влияет община работу да нет на самом деле никогда не замечал потому что по моему здесь масштаб перемещения немножко меняется по сетке в фьюжике то есть чем ближе ты призумишь камеру тема сниппинг как бы шаг меняет помог блендере то же самое нет здесь здесь такой динамики нет то есть здесь как будто не приближал сетка равна значению которые ты выставил то есть здесь но кстати я на заднем фоне опять жестко туплю а я там еще матерился ну как материться ругался потому что здесь конкретно фьюжик иногда он фантастические вещи вытворяет то есть вроде бы делаешь вещь который привык делать она не дает тебе результат то есть я перемещаю компонент конкретно и прикрепляя его к телу но у меня есть у меня будет вопрос по поводу то а лайнов перемещения всего поэтому мы придем к этому еще да ну хорошо еще про мышку хотела сказать у меня мышка есть которым который я люблю бесконечно это этот mx performance знаешь такие коту которых еще 22 колесика мышки сбоку под большой палец и сверху трекбала смысле нет прям колесикой мышки полноценно слушай не пользовался не знаю но они да нет они прикольные хочу такая есть прикольная кнопочка когда ты не отжимаешь кто колесико мышки свободно крутится без ну без щелканье вот этого вот без фиксатора короче и так очень удобно скроллить страниц ну меня за такую мышку по-моему в господи электронной карте кто-то забанил а помню какой-то игре а серьезно да в апиксе не забанили шикарно ну все давай по теме по теме ну так имеет ли смысл сейчас переключаться на твой видос или нет потому что здесь собственно так или иначе это будет типа калибровка картинки первый вопрос у меня ну давай щелкну пускай да давай щелки тогда наверное сразу на себя да на этот вот ну вот собственно во фьюжике ты просто выбираешь плоскости да а здесь здесь как идет то выбор плоскости вообще как бы то есть здесь там есть видовую из них и перебьют то есть в фьюжике есть видовый куб а здесь аналог есть какой-то всего этого нет здесь просто проекции по факту у тебя всегда перед тобой проекции в которых ты уже варьируешься то есть опять же по умолчанию меня здесь в сборке есть комбинация клавиш там контрол пробел то есть где вот у меня над каким вьюпортом мышка находится я контрол пробел нажимаю этот вьюпорт максимизируется и все я вот так вот в проекциях работаю плоскостей здесь как таковых нет ну то есть все плоскость проекции а калибровка картинки здесь есть потом какой-то размер задан один или только скейл на глаз здесь а line на глаз условно то есть вот опять же когда я сделал вот это вот запчасть посерединке то есть я начал размерность выставлять как раз таки вот просто я ставлю точку в начале к нот где мне нужно в картинке и конечную точку на картинке то есть я условно взял какой-то отрезок и потом этот отрезок следующая часть команды идет этот отрезок я потом выравниваю по нужной мне уже длине то есть все то есть я отметил даже надо когда ты ставишь точку она прям именно когда как к объекту картинки принадлежит теперь да то есть ну то есть когда у меня активен инструмент который работает с картинками да может ты нажимаешь кнопочку типа выровнять line и все и у тебя активируется инструменте выбираешь отрезки сначала отрезок длины на картинке потом отрезок длины в в порте и тем самым ты выравниваешь картинку по объекту правильно ли я понял что можно создать на картинке точки привязки какие-то которые можно использовать потом в дальнейшем и при этом они не участвуют в построении они как вспомогательной геометрии в южине ну условно да то есть ты на картиночке можешь нарисовать себе пиксели какие-то и пойти пикселем делать выравнивание так а вот с этого браузера при есть опции там быстро отключить это все включить либо там видимость картинки как меняется здесь по умолчанию такого значения нет но я себе в сборочке для удобства сделал такую кнопку чтобы можно было быстро отключить картинки то есть так они не отображаются нигде ну как но опять же ты где если активируешь команду включить картинку ну точнее как типа добавить картинку он тебе покажет полностью сколько у тебя тут картинок какая у них прозрачность там поверх модели показывать картинки или же за моделью то есть пока этот инструмент активен ты вот это все манипуляции проделал все тебе нужны и все нажал ok и они все они лежат эти картинки ты никак больше с ними не взаимодействуешь то есть но а удалить и отключить их потом можно да то есть ты потом опять заходишь в этот инструмент и удаляешь то что тебе нужно кстати вот у тебя было буквально полсекунды вот ты сейчас именно за всем переходом с фасочка да ты здесь во фьюжике я бы это сделал за дуга по трем точкам да или вопроса филе там а здесь как-то ты то сплайн пытался воткнуть сюда вот теперь вот дуга пошла да здесь это больше зависит от того какую я кривизну хочу получить то есть иногда использую бленд между двумя кривыми то есть за счет тангенса там g1 g2 иногда использую да просто арку по трем точкам то есть ну как а то или же окружность неважно то есть в основном зависит от того да то есть мне вот в некоторых местах мне хватило и то есть мне понравилось да как выглядит кривизна на филите вот там был момент где я использовал арку там не подходила не подходил такой метод поэтому я частенько меняю методы того как я хочу получить ту или иную фаску и опять же здесь есть момент параметричности такой что ну не как во фьюжене конечно да инструмент для привязок там тангенсов и прочего прочего я там не помню как точно называется поправь меня вот то есть когда ты делаешь бленд между двумя пластмом между двумя кривыми тебя еще и остается поясни еще раз у нас вносит blend потому что там как я знаю g1 g2 там то есть ну да то есть это вот она и есть то есть когда у тебя есть тангенс одной кривой и тангенс второй кривой blend создает непосредственно вот эту кривизу плавный переход до него там между этими тангенсами да вот и я у тебя в этот момент включается история у то есть ну она в мой тогда ее не видно что она включена но по факту ты должен это в голове держать что вот все в этот момент ты можешь менять тангенс любой из кривых и blend перестроиться автоматически вот во фьюжене это вообще как бы насколько я знаю смысл насколько я знаю так это работает то есть во фьюжене там это все параметрично то есть там используется вот как-то как эта штука называется когда ты можешь выставить тангенс или параллели или г-1 г-2 не запись это не нет сами вот эти вот штуки как называются сам набор из этих инструментов лофт что там еще есть не мы друг друга сейчас не понимаем наверное как нет то есть допустим смотри ты делаешь две окружности и между ними соединяешь ну соединяешь линию и вот там образуются вот такие маленькие иконочки над кривыми вот как они называются констраин взаимосвязи вот констраины точно вот все до меня это слово не дошло то есть да здесь таких констрейнов нет потому что здесь и системы такой нет скинуто эскизов нету принципе да тут нет здесь можно по-моему любое ребро взять control c control v переместить куда-нибудь в сторону его работать с ним отдельно да здесь и ребра прям работают как сплайны то есть я когда увидел как во фьюжи не делаются такие вот ребра по объекту то есть тебе нужно выбрать объект мне нужно скопировать то на поверхность этим ребром и вот уже отдельно это не взаимодействовать для меня это для меня это прям что-то интересное было вот так ну тогда поехать дальше ну собственно на не за чего начать от ответили мы на вопрос конечно так как тут ставить картинку а ну вот и как мы ее масштабируем то есть калибруем мое то есть как бы на глаз получается все делаем ну да ну то есть афишки и здесь есть действительно очень классная тема например когда я фотографирую какой-то объект я кладу на пол фотографирую подальше то есть выше поднимая чтобы там не исключительно искажение было да а еще желательно положить туда какую-то линейку типа аля там полтора метра например где там метр то есть чем дольше это да 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 вообще берешь две крайние точки соединяешь вводишь калибрейт один метр хоп и тебе все автоматически оппорционально на одной плоскости ты масштабируешь потом хоп а еще сможешь сделать с двумя видами то на второе на третье как бы и прекрасно и работа в этом плане очень классно домой и все это ручками делается то есть по сути дела ну ну по-моему это практически во всех пакетах делается ручками ну то есть да ты тоже можешь выставить точнее как сфотать объект вместе с линейкой в смысле так и это и делается так правильно то есть и заказчиков тоже всем говорю чтобы они фотали референс обязательно с линейкой и вот и то есть да ты выставляешь размерность у себя в мой тоже делаешь там какой-нибудь отрезок тоже равный там 10 сантиметров условно и все и так выравнивается объект ну вот в принципе да то есть как бы про выравнивание мы обсудили следующий вопрос с чего лучше начать модель конкретно как выяснилось потом мы делали модели параллельно независимо как бы не подглядывая получилось что мы на самом деле начинали практически одних и тех же вещей моделирования и плюс-минус очередность была даже похожа у нас по действия да да здесь забавный момент в том что типа реально не сговариваясь как начинать мы начали одинаково потому что но я вот тоже я когда смотрю на модели в целом хочу когда и начинать строить я всегда беру объект с которого я буду строить размерность то есть условно для меня вот оказалось это вот тут это вот основание переходная у этого как-то правильно одним словом сказать гера стабилизатора да вот то есть я увидел что вот это вот черненькое основание прямоугольничек вот этот это будет отличное подспорье для того чтобы вообще в целом всю габаритную модель на нем строить и то есть я примерно на глаз до выставил себе какие-то нужные значения но опять же я стараюсь моделить все вы тоже тоже в реальных размерах потому что это все потом касается рендера и рейка стал лучей господи если не углубляться там прям много всего уже с опытом пришло чтобы все это учитывать вот и да то есть в основном вся габаритка то есть перед построением модели строится на каком-то вот общее знаменателе на котором ты все строишь то есть и модели лучше начинать с того что вот кажется тебе основание так скажем для всего этого вот ну давай дальше тогда так ну ты уже говоришь тебе тут очень понравился сама вот механизм снеппинга да и перемещение а вот которая как игры по моему тебе не очень нравится в южике вот но у меня будет просто пару слов может быть про это может быть говорить не говорите не знаю как бы есть что сказать дополнительно еще интересное ну да могу сказать наверное то что ну давай кстати здесь я и свой вопрос в клиню чтобы наверное ты начал разгонять этот вопрос и я уже там подключусь то есть смотри мне во фьюжене не нравится манипуляции с объектами вот именно перемещение то есть да ты активируешь команду move и у тебя там большая панелька с бесконечным выбором инструментов для того чтобы просто переместить объект как бы в моей 3d здесь подход немножко другой здесь ты можешь объект перемещать ну как сказать тоже инструментом move но он условно имеет всего лишь одну кнопку это переместить по выбранной точке объекта то есть ты сразу так активируешь объект но точно берешь объект активируешь команду ему и тебя спрашивают типа за что взять объект чтобы его перетаскивать ты говоришь а вот возьмиena как за вот этот угол она такая руки и все эта из-за этот угол объект перемещаешь то есть тебе не нужны никак декие Jinxs или куда ничего перемещать ты вот где за что взялся зато и понёс потом допустим тебе нужно переместить объект или множество объектов относительно стороны. То есть, ну, вот этот align базовый как в иллюстраторе, как в фотошопе. То есть ты тоже выбираешь сторону, и все объекты перемещаются. Тебе больше не нужно ничего выбирать. То есть, либо же если это куча объектов, тебе нужно переместить таким образом, чтобы они группой переместились. Не, ну, это уже детали, ладно, не буду это прям объяснять. Ну, сам факт, что это все просто уже есть в командах, и это все разные команды. А во Fusion это все одна команда, но она очень комплексная. И вот смотри, делали это вкусовщины все-таки, ну, или даже дело привычки, или же все-таки сложности в UI, ну, или там в пользовательском взаимодействии, господи, еле выговорим. Слушай, ну, мне кажется, это все-таки больше, потому что как бы мыка, она больше, как ты сказал, для концептеров, да, а все-таки Fusion он больше под производство, и там важно делать, там же делаются сборки еще дополнительные, которые можно подергать, подвигать дополнительно между собой. Ну, и да, да, да. Ну, и там расчеты еще запихнут. Поэтому, мне кажется, вот эти вот базовые системы координат, которые там очень важны, да, то есть это не просто так все-таки, поэтому я думаю, это важно. Здесь тоже есть координаты, здесь даже расчеты до восьми знаков после запятой, по факту, здесь тоже достаточно Но тут сборки делать нельзя. А вот, ну да, здесь это и не предусмотрелось. Ну, там я еще вполне скажу, что там операция просто копирования объекта, это по сути, она тоже происходит через операцию Move во Fusion. Ну да, то есть, ну вот меня, меня просто опять же, да, скорее всего из-за того, что я считаю... Это пришел, получается, из синьки, насколько я понимаю, это более полигональное моделирование жить все-таки. Ну, конечно, так как я все-таки с Motion Design связанный, там важно не очень точно поставить объект, а быстро поставить объект в нужное место. Вот, а здесь важно именно точно, потому что это под производство, под чертежи потом, под все это. Поэтому я, наверное, буду на этом настаивать. Ну, в целом, да, то есть, ну, опять же, да, вопрос не подразумевал именно негативный. Ну, какой-то, да. Такой-то, да. А вот именно, ну, имеется в виду, что мне там не нравится. Просто это есть. Даже если я так и сказал, что мне не нравится, ну, сам факт, что это просто другой подход, и все. Ну, окей, отметили различия, это уже хорошо. Так, ну, соответственно, здесь просто ты отметил точку, за какой взять, и этой точкой можешь ее приснепить куда-нибудь, куда угодно, соответственно, к любой другой точке. Ну, да, вот касаемо снайпинга. То есть, по сути, у тебя здесь получается операция move, перемещение, и align'а, она совмещена в одной. А во фьюжике это разные команды. Не, почему? Это тоже разные команды. Move – это одна команда, align' – это другая команда. Ну, по сути, да. Но в любом случае, чтобы тебе правильно выровнять объект, тебе нужно несколько раз применять align'e, но когда ты копируешь объект, ты сначала применяешь move, потом только align'e. Можно, конечно, бахнуть ctrl-c, ctrl-v, но в любом случае у тебя все равно активируются стрелочки, это, по сути, операция move активируется. Не, ну, во фьюжине, да? Во фьюжине, да. В мой ты просто скопировал объект, все, это новый активный объект, то есть старый из выделения убрал, новый активный объект появился, и ты сразу можешь align'e применить, и все. Ну, кстати, по поводу следующего вопроса, это по поводу диалоговых окон, вообще структуре проекта, структуре браузера, вообще как бы, как вот, ну, вообще, вот как она здесь, как с ней взаимодействовать, удобно ли когда у тебя появляется, например, там, больше каких-то там определенных действий, есть ли здесь какие-то наметки на историю, как это есть во фьюжине, отмечаются ли здесь какие-то инструменты, потому что даже в прямом режиме моделирования, когда ты моделируешь во фьюжике, у тебя слева в браузере накапливаются инструменты, которые ты применял. Ну, это, скорее всего, нужно не для истории, а для прямого моделирования, потому что, чтобы он понимал, где был какой-то инструмент. Здесь из-за того, что у нас в целом, да, разные принципы программ, то есть, опять же, да, фьюжин — это прямое моделирование, мой 3D — это простое моделирование, я не знаю, как там правильно назвать, смыслить, то есть здесь работа с объектами и в целом все, что касается построения, достаточно простое. Здесь все делится на кривые, серфейсы, солиды, эджи, фейсы и точки, поинцы, да. Также есть еще аннотации в новых версиях, но сам факт, что по факту — это вот вся, так скажем, компонентная база. Если ты моделишь уже очень долго какую-то модельку, то у тебя по факту нет названия объектов. То есть все вот объекты, которые ты делаешь, они как будто бы, ну, просто есть и все по умолчанию. Поэтому в процессе моделинга нужно, опять же, подходить. Это с такой стороны, что, да, ты просто берешь модельку и ее как-то называешь. Какой-то компонент. То есть здесь нет такого автоматически, как во Fusion. То есть ты создал компонент, он там у тебя в иерархии где-то есть, и все здесь такого нет. То есть здесь у тебя вот все, что перед тобой на экране есть, и ты есть, твоя иерархия. До тех пор, пока ты это не назовешь, это будет вот большим куском в вьюпорте моделька. Вот, то есть, да, в процессе, то есть когда я заканчиваю модель делать уже, то есть когда мне нужно сделать экспорт в синем, допустим, для визуализации, то я уже сижу и называю каждый объект так, как мне надо, так как я буду его потом разбивать в синеме, работать с ним в синеме. Кстати, по поводу экспорта уточню. Он здесь экспортирует только, допустим, у тебя в проекте там тьма был, тут же можно отключать видимость, я так понимаю, некоторых объектов, да, чтобы они... То есть когда ты экспортируешь, ты экспортируешь только видимые, либо все, которые, в принципе, есть в проекте элементы? Экспортируются только видимые, то есть мой перед экспортом спрашивает, что экспортировать, то есть она сама самостоятельно ничего ей это не делает, то есть она тебя спросит, ну как в блендере, короче, что же. Что ты хочешь экспортировать, ты выбираешь и экспортируешь. Потому что, да, могут быть ситуации такие, что у тебя реально в сцене очень много объектов, но тебе их же все не надо выкладывать, ты берешь только те, которые тебе необходимы. И лучше пускай уж спрашивают, чем не спрашивать, знаешь. Потому что какие могут быть огромные файлы, особенно после того, как ты, допустим, хочешь многополигональную модель выгнать, а он тебе начнет все объекты обрабатывать, и все, и проект повиснет. Зачем? Поэтому пусть лучше спрашивает, что выбрать перед экспортом, чем нет. Ну вот и диалоговые окна. Здесь все строится, вот где вот панелька, закрыть программу, развернуть на весь экран, свернуть. Там все действие происходит. Все команды, которые ты активируешь, все работает там. Сейчас небольшое уточнение. По-моему, в оригинальной мойке немножко расположение инструментов и всего отличается. То есть мы говорим сейчас конкретно про твою сборку, и вот именно про интерфейс кастомный. Нет, нет, это все, то есть видишь, что касаемо моей сборки, если вкратце говорить, то есть она видоизменилась только графически, и то есть какие-то прям базовые вещи, то есть я не менял, потому что опять же цель сборки в том, чтобы она была удобна людям. Точно как, вот если люди работают в ванильной версии, в обычной там светленькой такой, то они могли легко пересесть на эту сборку. То есть условно это компонентно, базово, я здесь ничего не менял. Вот. Поэтому да, я сейчас говорю, даже если кто-то захочет попробовать, и скачает реальную версию с официального сайта, то в основном различия никаких он особо не увидит. Вот. Ну, имеется в виду в плане расположения компонентов. То есть и вот здесь у меня, кстати, вопрос был к Fusion, что можно ли раскидывать его на разные экраны, насколько я понял это. Нет, по-моему, нельзя. Но, кстати, у меня-то и не было двух мониторов, поэтому пока что скажу, что не пробовал, но на скидку скажу, что нельзя. Да, ну вот в ванильной версии мой 3D тоже нельзя было, но вот в своей сборке я сделал возможность такую, чтобы можно было отстегивать какие-то команды, какие-то окна, то есть тот же контент. Но здесь, в принципе, можно, так понимаю, запустить два мая одновременно. Один в одном мониторе, второй в другом. Да хоть шесть, да. И между ними Ctrl-C, Ctrl-V перекидывать геометрию. Да, да, да. Кстати, очень много завязан на Ctrl-C, Ctrl-V. Это прям отдельный подход такой, потому что ты можешь из-за люстратора скопировать. Да, ты показывал, что там даже можно, да, DragonDrog, по-моему, просто перекинуть, и, по-моему, даже ДВГ-шный формат. Ты показывал, прям можно картинку закопировать таким образом. То есть, да, ты вполне себе можешь что-то скопировать, что-то вставить, и с буфером обмена мой работает вообще идеально. И это работает с Риноцелесом, это работает со Space Climb. Вот единственное, что с Fusion не работает, к сожалению. Это бы очень сильно упростило жизнь. Потому что в Fusion приходится STP. Ой, степ, господи, степ, степ, скопируйте, экспортите. Ну, какой-то нейтральный формат. Ну, да, ну, по моим изысканиям степ самый такой... Ну, портфельс, понятно еще. Да, он самый... Больше всего информации передает. То есть из мой его Fusion. Он и цвета передает, стили, он и название объектов передает, и размерность правильная у него. То есть степ в этом плане отлично работает. И обратно тоже в мой степ лучше всего перегонять из Fusion. Ну, да. Когда я конвертировал именно так, ну, через этот формат и гнал. Так, что там у нас еще получается? Так, по поводу структуры, по поводу цветов. Там, по-моему, какая-то интересная система есть выбора объектов по по цвету. Ну, стили. То есть во Fusion есть фильтр, например, выборов, да? То есть, например, когда ты выбираешь только ребра, например, там, или только поверхности какие-то, или там еще что-то. Тут какая-то система фильтров вообще присутствует про мульти выбора. То есть все, все, что касается типов объектов, да? Я говорю про это. Да, любой тип объектов ты можешь отфильтровать, то есть ты можешь там с сажатым контролом нажать на Edge, ну, не на в контент-браузере, и все, ты будешь выбирать только Edge, допустим. Если ты хочешь отсортировать модели по стилям, то есть ты можешь взять группу объектов и сделать их, допустим, все красные, вот. То есть все, ты, считай, их как бы в группу запихал, то есть теперь все эти объекты ну, отдифференцированы по цвету. Ну, то есть как бы могу предположить, что типа это как во Fusion как компонент, условно говоря, так можно быстро выбрать все тела по цвету, например, там, шлеп. Да, 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 кстати говоря, в основном вот здесь есть такие для группировки и работы с объектами, здесь вот есть имена объектов, да, и стили объекта, то есть условно именами ты можешь обозначить какой-то массив, а цветами ты можешь обозначить компоненты в массиве. Вот. Ну, это уже зависит от подхода, то есть как бы я, да, я привык так делать, мне это иногда необходимо, то есть опять же при экспорте в синему ты спокойно потом все эти стили, все твои выборы, все твои, так скажем, ну, то есть ты выбрал стиль и выбрал имена объектов, все это экспортируется спокойно в синему, И то есть потом с этим уже легко работать Потому что да, здесь в этом плане Вот у тебя очень такой хороший базовый набор инструментов Для работы с иерархией объектов Правильно ли я понимаю, что без горячих клавиш Ты там, не знаю, не сможешь работать здесь полноценно? Нет, неправильно Потому что вообще в мой 3D можно работать только одной мышкой Потому что все элементы интерфейса сделаны таким образом Что вообще весь функционал, он у тебя перед глазами, по сути дела Да, какие-то вещи там спрятаны за вкладочками Ну то есть вот там есть элемент констракт, трансформ И дополнительные какие-то вещи То есть это как бы мультиклик, и переходишь по этим объектам То есть здесь можно без горячих клавиш вообще свободно обходиться При том, что опять же, ну и с прямой спроектировано вообще под планшет То есть ты можешь с планшета сидеть, моделить То есть прям пальцами? Да, ну в смысле графический планшет А, ну все, я понял Просто видел какие-то недавние рекламы Там типа кат какой-то есть именно типа под iPad Там что-то такое там Да, сейчас много таких Так, а что-то меня заинтересовало очень на девятой минуте Можешь это прокомментировать? Сейчас самому вспомнить, что там еще было на девятой минуте По-моему, здесь какие-то офсеты делали многочисленные О, да, прикольная штука на самом деле А, да, вот-вот я вызвал вопрос Что это такое? Ты это в новое окошко Мои скопировал? Это конкретно Да, чуть-чуть другую версию То есть здесь, короче, проблема была в чем У меня по симметрии картинка немножко не сходилась То есть я нарисовал кривые И они симметричны относительно Игрека, да И то есть я смотрю, что у меня по картинке не совпадает Вот эта узкая полоса со второй стороной То есть узкая полоса черная Почему-то потом уходит в белую сторону И как бы я вот частенько Если вот такие не совпаду или получаются Я пытаюсь просто взять среднее значение Поэтому я взял крайнюю кривую Точнее две крайние кривые И сделал между ними морф Тем самым просто получив среднее значение Которое было идеальным, так скажем, для меня То есть я сделал офсеты Из этих офсетов получил среднее значение Оно по факту не особо правильное, так скажем Но при этом оно среднее Как это правильно объяснить То есть да, у меня из-за этого теперь нет вопросов к тому Что это на модели будет не симметрично То есть это все, это будет правильно, симметрично И уже не обращая внимания на то, что это неправильно на скетче Потому что скорее всего Либо где-то у меня ошибка в расчетах Либо сам по себе скетч кривой Не знаю уж как это получилось Вот я выявил среднее значение между двумя кривыми Так, ну, сейчас вопрос не запланированный Вот у тебя всплывало такое диалоговое окошко С большим количеством, я так понимаю, это скрипты, да? Я полагаю Да, это из-за того, что у меня версия программы новая, четвертая А скрипты старые То есть я сейчас все обновил, там сейчас таких ошибок нет Ну, смотри, во фьюжике, например, это там App Store, да? Словно говоря, там сторонние какие-то там коды, которые загружаются Как, в принципе, внутренние функции, как приложения Немножко прокомментирую вообще ситуацию с этими скриптами Как ты их доставал Вообще, какие из них официальные, какие неофициальные И насколько они вообще расширяют функционал И какой самый твой любимый, не знаю, скрипт Ой, ну здесь начну с того, что официальные скрипты Каким методом пишутся То есть когда у людей возникает какая-то проблема Они пишут на форум разработчику И разработчик может прям запилить отдельно для них Какой-то официальный скрипт Вот это считается, типа, официально разработанный И проверенный разработчик Но здесь нет никаких App Store, нет ничего То есть почему сборка называется сборкой Именно потому, что я уже сколько лет этим занимаюсь Я где вижу какой-то скрипт Я обязательно его запихиваю себе в сборку И у меня есть парсинг в самой Мои То есть я нажимаю Shift-C Условно у меня возникает окошечко И там у меня все скрипты, которые я насобирал Они там лежат И их можно удобно по алфавиту отсортировать Или же ты можешь написать Прям если ты знаешь какую-то команду И она у тебя появится в окошке Ты ее можешь активировать То есть это все джава-скрипты Потому что здесь вот весь скриптинг И взаимодействие с объектами Весь построен на джаве И большинство людей Неофициальные скрипты пишут сами То есть вот опять же у нас есть разработчик Максим Смирнов Он уже давно ничего не делает для Мой3D Но раньше в свое время он очень много всего написал И вот весь кастом UI Который вот дал, так скажем, мне толчок Для того, чтобы сделать свой кастомный UI То есть он разработал всю эту систему Чтобы можно было брать, изменять кнопки, цвета Дополнительно что-то вкручивать в Мой3D То есть вот это заслуга, так скажем, мододелов Вот Ну и опять же, да Разработчик мой Вообще в целом только за то Чтобы люди дополнительно каким-то функционалом Расширяли себе возможности Ну и естественно Без некоторых скриптов Уже нереально представить себе подход к работе Когда ты хочешь сделать, допустим, по ребру трубу Как во Fusion, это как бы дефолтная команда А в Мой3D это скрипт Который кто-то написал когда-то Да, то есть Ты выбираешь ребро, нажимаешь команду pipe И выставляешь значение И все, получаешь трубу Вот Какой самый необычный скрипт тут есть? Такой прям Какой-то прям А, вау Прям Я до сих пор не понимаю Как сделан скрипт Который делает болты То есть там прям Вызываешь скрипт Вот тебе открывается Збук панелька Где ты прям можешь выбрать размер Шляпки, размер Резьбы, размер Шайбы, которые Между шляпкой и болтом Господи, то есть там Это все лежит в одном скрипте То есть это не библиотека Из болтов А вот именно скрипт Который сам делает Генерация болта И при том, что Насколько я помню Это тоже делал Максим Я вообще не знаю Как он это все вкрутил А если говорить Про самый обезбашенный скрипт Это нодовый редактор В моей 3D можно Как в Ариноцеросе В игроскопере Делать Бараметричную геометрию В основе нод И Это вообще мозг взрывает То есть Это еще и каким-то образом работает При том, что Прямого доступа к движку нет К геометрическому Но Как-то это работает А еще Круче есть Тема Когда уже Нодовый редактор Развился достаточно То есть Им до сих пор пользуются люди Я вижу У нас В инстаграме есть Чувак Который прям вообще Упарывается по нодовому редактору Делает там геометрию Очень бесконечную Ну и в целом В архитектурке Это очень ценится Когда можно делать Процедурную какую-то геометрию На основе нод Ну так вот Это развили до такой степени Что это теперь работает В обратную сторону Теперь ты можешь Просто моделить И в мое А в нодовый редактор Будут записываться действия Которые ты сделал И ты можешь потом Это как Как это слово называется Хистория Ну да То есть Ты такой Реверс инжиниринг У тебя по сути Ты смотришь Как у тебя в нодовом редакторе Рисуются ноды Которые ты можешь Потом просто взять Кому-то скопировать Отправить И он себя просто Воспроизведет То есть по сути Ты моделируя Ты Пишешь скрипт Да Ты как будто Можешь отправить Другому человеку Да Как будто ты макрос пишешь Да И он Потом подредактировать Чуть-чуть Какие-то там Изменить Ну сделать Какую-то параметрическую модель По сути ты делаешь Да-да-да То есть Ты прям можешь Прикрутить Параметры необходимые И все И то есть Человек Там Который будет В этом работать То есть Он уже эти параметры Может видоизменять И получать Различные виды геометрии Это очень удобно Для коллаборации Каких-либо Вот Очень странная Да Штука, конечно Ну то есть Опять же Для меня Это такая Как-то сказать Темный лес Потому что Они до сих пор На форуме Смотришь Там уже 20 тысяч сообщений Они до сих пор Там что-то новое Пихают Они уже Вкрутили туда Возможность импортирования Кто все эти люди Которые этим занимаются Вообще Вот кто это Кто не повысит А я не знаю Вот За рубежом На самом деле Мое 3D Очень популярно В кругах Людей Которые работают На ЧПУ-станках Которые работают С Уже Ну Так скажем С геометрией Которая непосредственно В жизнь воплощается Ну и как бы Ну Как это сказать Любительский На любительском уровне Те, кто профессионалы Те на Fusion Это естественно Или А то и там Сименсы Солидворки И прочие Вещи То есть Этим То есть Им это интересно Потому что Это параметрическое Моделирование А, ну да Опять же Я, по-моему Упоминал Что архитектурщики Любят такую геометрию Которая основана На процедурности Когда можно взять Ну ты же видел Вот эти сумасшедшие Архитектурные решения Там Какие-нибудь Прям Извилистые Здания Или Конструкции То есть Да Это все Параметрично Делается В основном Конечно На гироскопере Но кому-то Нравится Мой 3D За счет Легкости Освоения Потому что Это реально Ну да Редактор Очень легко Освоишь Если начнешь У него работать В отличии От гироскопера Вот Так Ну Ладно Поехали дальше Тогда Что было Самое сложное В этой модельке Вот запчасть Которую я В итоге Сделал В Риноцеросе Сейчас Ее покажу Это этот странный Лофт Такой переход Который Да Я когда увидел У тебя На видео Его Мне показалось Что ты его Вообще не заморачиваясь Сделал А для меня Это прям Задачка была То есть Я еще много Вырезал Сколько я тупил На этом моменте На самом деле Я там Ну может где-то Минут 20 Я прям сидел И думал Как эту штуку сделать По итогу Дошло до меня Мне нужно было Просто правильно Вырезать профиль Чтобы потом Запихать его В XNURPS XNURPS Это Как будто Как патч Во фьюжене Команда патч Вот Только С более таким Тонким подходом Так скажем Потому что Какие-то вещи Во фьюжене Все-таки с патчем Там просто Выбираешь Курватуру А в XNURPS Можно Курватуру Эту Более подробно Настроить То есть Видишь Я вот пытался Закрыть Какие-то тут Кривые В итоге Да Я просто сделал Профиль Сейчас я Это Покажу То есть Да Я потом Этот профиль Просто скопью Точнее Я сделал Дыру У модели Нужного Мне Нужны мне Формы И потом В XNURPS Просто указал Грани И на основе Этих Грани Он мне Построил Вот такую Кривую И это Достаточно Долгий Путь К этому Всему Чтобы Так Правильно Сделать Потому что Где-то Мне нужно Чтобы он Сохранил Тангенс Где-то Чтобы Он Его Не Сохранял То есть Из-за Этого Я не мог Воспользоваться Fusion Здесь Вот Но опять же Я уже потом Когда видео Сдоделал Я посмотрел Как это ты сделал И до меня Дошло Что я мог Это чуть попроще Сделать Потому что Видишь Я здесь Беру Огромный Пласт Геометрии Который Хочу Закрыть Крышкой А ты Вот эту Прямую Часть Которая Посередине Прямым Лофт Да Ты просто Сделал Лофт И мне Тоже Надо было Так сделать По сути Это было бы Правильнее всего Я видишь Я пытался Построить Но до меня Не дошло Что это Можно было Сделать Лофтом И я Использовал Это как Как они Называются Этерну Кривые Которые XNURS Учитывает Как Как те кривые Которым нужно Стремиться То есть Условно До прямоты Которым нужно Стремиться Ну вот По итогу Вышло Красивенько Мне понравилось Все равно Есть Если рассмотреть Мой модель В этом месте Там есть Небольшой косяк Там Не очень хорошо Построился Все равно Да Мне кстати Из-за этого Чуть-чуть Во фиг Мне нравится Патч Из-за того Что он Немножко Странно Строит Такую Кривизну Там есть Странный Момент Еще Если Условно Разшивать Сшивать Разшивать Сшивать Разными Настройками Там же Есть Толеранс Такое значение Когда ты Сшиваешь Объекты И Если там Будет Небольшое Расстояние Между Длинными поверхностями Будет Например Ты подрезал 0,01 мм Чуть больше Чем надо было И Сшил Увеличил Чувствительность И вот он Сшил И вот на краях Может появиться Какая-то странная Непредсказуемая Деформация Потом О да Здесь от этого Никто не застрахован В моем 3D Тоже бывают Такие вещи Когда ты Неожиданно Можешь порезать Грань Прямо Рядом с точкой И ты прям Этого не увидишь Не заметишь И все Бывает Еще обратная Ситуация То есть Например Когда поверхность Она Идеально Гладкая То есть Если ты включаешь Зебру То тебе все Хорошо А вот Шейдер Показывает Что там у тебя Какая-то хрень Полная То есть Это вот Про Баги Говорю Которых То есть Ты смотришь Вроде бы У тебя поверхность Кривая Что-то здесь В ней не так Начинаешь изучать А нет Она вроде Правильная Иногда даже Приходится Запихивать ее В рендер Включать В южике Там есть Можно свет Сцена крутить Дальше Крутить Смотришь Что свет Вроде Как-то Отыгрывает Правильно То есть Что-то Шейдерами Иногда Не Шутит В моей 3D Кстати Вообще Нет Никаких Шейдеров Есть Различные Настройки Освещения Но Нельзя Посмотреть Потому что Тут нет Ну Зебра Это Из Разряда Анализа Здесь Вообще Нет Никакого Анализа В скриптах Такого Тоже Нет Ничего Есть Скрипт Который Кривизну Может Измерять Кривизну И радиус Сюрфейса Ой Ну Или Вообще Кривой В целом Одно Инструменты Линейки Типа Межер Там Измерить Есть Ну Это Самый Простый Инструмент Анализа Это Прямо Ты можешь Взять Поверность Как Вот Во Фьюжен Можно Взять Поверность И посмотреть Всю ее Кривизну Ну За счет Этих Господи Я забыл Как они Называются Ну Неважно Вот эти Дуги Которые Рисуются Здесь Такого Нет Ну Собственно Был вопрос Про Рина Церос Я так понял Ты его Немножко Уточнил Потому что Только там Можно было Здесь Да Ты про Сложность Модели Спресс Да Потом Ты еще Используешь Space Claim Ансиса Тоже фасочки Там рисуешь Сейчас Подожди Так Ну да Space Claim Я использую Тоже Вот в моментах Вот когда Нужно сделать Ультра мелкие Фасочки Или же Починить Геометрию У него есть Очень большое Количество Настроек По Фиксу Геометрии Как раз Такие Вот эти Вот Толерансы Сшивания Точек Какие-то вещи Когда у тебя Идет Допустим Геометрия Почему-то Не сшивается Ты смотришь И там Оказывается Есть Микро Эджи Какие-то Из-за которых Все не сходится Спейс А раз уж Ты сказал Как здесь Ситуация С задвоением Фейса Потому что Во фьюжике Есть такая Проблема Чинит Нет Да Он видит Он тебя спросит Во-первых А мойка Сама это видит Нет Для мой Это просто Два объекта В другом Лежат И все Просто Во фьюжике Есть такой баг Например А если ты делаешь Поверхности Из То есть Тела делаешь Из поверхностей И например Бывает такая ситуация Ты внутри Поверхности Например у тебя есть Еще одна поверхность Серебро какое-то И ты зашиваешь Все это внешнему объему И оно превращается В солид базе Но по факту Для фьюжина Там внутри Где-то в истории В прошлом Там зашита поверхность И вот Если ты попытаешься Скомбинировать Это тело Или бы там Какую-то логическую операцию Болю применить То там может выскочить ошибка То есть Вот я с такой фигней Неоднократно сталкивался И То есть тебе реально Нужно что сделать Тебе нужно пойти В рабочее пространство Сёрфейс Расшить эту поверхность Найти эту поверхность Внутри Уничтожить ее Делитом Сшить все обратно И только после этого Он сможет Применять Вот эти все Булевые операции Какие дополнительные То есть я Когда первый раз С этим столкнулся Я прям Ну да У мой движок Так скажем Старой закалки То есть здесь Он просто тебе Не даст Сшить в одно ребро Допустим Три Три Сёрфейса Просто-напросто Вот То есть он просто Не поймет Потому что Опять же Это Non-man-fold Называется Геометрия Если синим Инструмент Это вспомнить То есть там Когда у тебя В одно ребро Может допустим Сойтись Три Сёрфейса Ну или три Полигона Условно Некоторые Программы Это учитывают Как какую-то Возможно Вспомогательную Геометрию Или же Неточную Геометрию И могут Это пропустить Из-за чего Могут возникнуть Логические ошибки В расчете Мой 3D Просто так не умеет Просто не знает Что можно Вдаляем лишние Объекты Работаем только С правильными Да-да-да То есть все Что ты хочешь Изменить То есть ты берешь Какую-то команду И эта команда Работает только С теми объектами Которые ты выбрал То есть она не учитывает В истории Что было с объектом Раньше Даже если как Здесь есть история Но она касается Чего Что ты можешь Нарисовать кривой Что-то заэкструдить И вот пока ты Объект Который ты заэкструдил Не видоизменишь Каким-то образом Ты можешь Управлять кривой И тем самым Как бы экструд Будет перестраивать Результат Это как бы История Здесь так называется Не как во фьюжене Во фьюжене Прям история Это полноценная запись Процесса того Что ты делаешь С последующим Возвращением К какому-то этапу Изменения Модели И перестроением Все истории Под текущие новые значения Здесь такого нету То есть Здесь Если такая история Вдруг появилась С экструдом Да Вот как я рассказывал До этого То новый инструмент Просто эту историю Отключит И все И объект Будет опять Независимым Вот Поэтому да И ошибок здесь В расчетах Таких и не может Возникнуть Как вот если брать В расчет Твою историю Так Что там еще Там было У нас там еще Много всего На самом деле Не так много В принципе Это Ну возможно Потому что Мы с тобой общались Немножко До Удовлетворил Мое любопытство По моим вопросам До этого Не ну мы же так По делу Да По делу На самом деле Вот Так Вопрос С вращением тела Которое ты вставил Сюда форматисты Во-первых Да Вот что это за Какие-то странные лучи Но это понятно Как это просто баг был Да Это просто баг Геометрии СТП именно То есть СТП может Может излишнюю геометрию Как-то неправильно посчитать И у тебя возникнет Такая вот Вот То есть Тут расшиваешь Я вижу Потом заново достраиваешь Что-то там вылетело Да То есть условно Сейчас я на паузу поставлю То есть Здесь приклад был в чем Что вот На этой камере На кожухе На этой фаске Какая-то была ошибка Которая Моя неправильно интерпретировала Из-за этого полигоны Которые она строила Они расширились там В бесконечность какую-то И я по факту Удалил Фейс этот То есть Я прям нажал На это То есть Он да Он сформировал геометрию Так или иначе То есть Я ее выбрал Удалил И оказалось Что это филет Неправильный И я просто Филет этот Пересоздал Все Понятно А как ты Скажем так Обнаружил Понял именно Что То есть Локализовал Именно ошибку Ну так Она же На весь вьюпорт То есть Понятное дело Но Для меня это Не очевидно Что там Лучи связаны С филетом Каким-то одним А Ну не первый день Просто я уже Это вижу Я понял Закрыли Закрыли Вопрос А когда поехали Дальше На 33.30 Это вот Когда ты Вставил Компонент Во фьюжике Есть Align Выравнивание Компонентов Тел А здесь У тебя какой-то Странный способ Был выравнивание Да Тут какие-то Векторы А во-первых Скажи мне тут Про систему Как тут Точки вращения Выстраиваются То есть Например Тебе нужно вращать Носительно Какого-то пивота Как тут Это все реализовано Сейчас расскажу То есть Так же Как с инструментами Move Инструменты Rotate Работают Двумя способами Точнее Как два метода Вращения Здесь Даже три Но я сейчас Про все расскажу Первый Самый простой Способ вращения Это вращение По проекции То есть У нас Вьюпорте С четырех Проекций состоит То есть Ты можешь выбрать Модель С нужной Определенной Тебе стороны Увидеть Где тебе нужно И вращать Выбрать Эту проекцию Выбрать Точку Начальное Вращение И конечную Точку За что ты Хочешь вращать То есть Условно Ты можешь Выбрать Первую точку Центром Вращения Вторую точку Вообще Что угодно И относительно И относительно Этой точки Объект Крутится По проекции Второй метод Относится Больше К 3D Вращению То есть Когда ты Можешь Выбрать Ось Вращения У тебя Первый Отрезок Который Ты строишь Это ось Вращения Ты выбираешь Начальную точку Вторую точку Все Вектор Построил И потом Относительно От этого вектора Ты выбираешь Третью точку И вращаешь Объект Уже По оси Как тебе Нужно И третий Момент Вращения Еще есть Это Здесь Я постараюсь На видео Показать Это что Здесь Вот эти Есть уголки И вот Это дуга На эту дугу Можно нажать И активируется Аксис То есть Это условно Такая Ну как Это сказать Это Шар Шар И где Отмечены Три оси За которые Ты можешь Схватиться И объект Покрутить Вот Это именно Связано С файлом Который вставляли То есть Это Локальные данные Это со всеми файлами Абсолютно Со всеми Да Это не то что Файлами Со всеми абсолютно Объектами работает Ну кроме Понятно Эджей И серфейсов Это как бы Сущности солида Имеется Это относится К солидам Кривым И Ну ты понял Короче Это ко всем Ко всему относится Кроме неподвижных Каких-то вещей Которые скреплены С друг другом Нельзя просто взять фейс И начать его крутить Во фьюжене Такое можно Я видел Ты делал Вот Здесь такого нельзя Нельзя взять фейс И начать его Вертеть Чтобы опять же Геометрия Красивенько там Как-то перестраивалась Нет Здесь если ты хочешь Повернуть фейс То тебе придется Его булевым отрезать Чтобы Надо Такой еще Точнее еще просто Вот ты когда Вставлял эту камеру Она Какие Координаты Получила При вставке Она Получила координаты Курсора мыши По сути дела То есть Там нет такого Что вы Как вот знаешь Вот В блендере Типа создал Где-то там Не в нуле Напустим Какую-то модельку Вставляешь себе И соответственно Она так же не в ноль Тебе прилетает Свои координаты Тебе сохраняют А нет Стоп Это я тебе Не то чтобы собрал Неправильно Сказал То есть Здесь два момента Можно импортировать Объект Как запчасть И она привяжется К координатам Курсора мыши А можно как компонент Который привяжется К координатам В том месте Где ты его положил В любом-любом В любом другом То есть Там где она была создана Да То есть Да Я так во фьюжене делаю То есть Во фьюжене создал модель Она где-то там Отдельно лежит Я ее в степ Скопировал То есть Понятное дело Степ знает Где мировая координата Где лежит объект И мой 3D То же самое понимает Вот Если я вставляю Объект таким образом То Мой 3D Поставит объект Там где он Должен лежать Там же где Он лежал Во фьюжене Вот Ну то есть С теорией можно выровнять Все это как-то Точно Во фьюжике И обратно сюда К пипастам вставить Да конечно Но здесь короче Какой момент был Я заметил Что при импорте Камера немножко наклонена Относительно горизонтали По Z И Здесь пришлось Это не Тут кстати Извини Это не связано Как-то с перспективным Этим ортогональным Каким там отображением Это все есть? Нет Мы сейчас Прям Мы сейчас В ортогональной проекции В правой проекции То есть Здесь все правильно Но здесь просто Такой случай был Что да Моделька Была повернута Немножко И Мне нужно было ее выровнять И здесь Вступает Так скажем В силу Система гайдов Мой 3D Очень крутая система Построения гайдов Когда у тебя активна Любая вообще команда Которая так или иначе Связана с выбором Точки Начальная или конечная Неважно То есть Ты можешь нарисовать Направляющую Временную И здесь Какой случай был Что Я взял ось вращения Вот за этот болт Я поставил точку Но у меня Мой 3D Абсолютно вообще Не понимает Вектора За какой Направлен объект Поэтому мне нужно Его создать Я взял в параллель Создал параллель Кривую Точнее Ну как гайд По этому ребру Я прям Я думаю Я думаю Что это Будет И на видео Видно И так Буду Показать Да На видео Это Видно Будет Скорее Уточню Это Как во Fusion И вспомогательная Геометрия Да Для прямая А да Кстати Да Вот Здесь она Создается Во Fusion Это прям Как объект Создается А здесь Это Временная Тема То есть После того Как мы Команду Выполним Они Исчезнут Вот Их конечно Можно сохранить Но это Отдельная Тема Ну так Вот Я построил Параллельную Параллельный Гайд И Гайд Умеет Выстраивать Перпендикуляр То есть Я потом Беру Этот Перпендикуляр Строю Еще один Гайд И теперь Точка От которой Я Вращаю Объект Я строю Третий Гайд Вот здесь Кстати А Ну здесь Я его не построил Но надо было Построить Здесь я просто Да Чуть-чуть Затупил Короче Мне нужно было От этой начальной точки Сделать еще один Гайд Для чего Я это Компенсировал Вектором Чтобы Гайд Который я построил Уже Третьим Вычислил Мне Параллель Который я мог бы Потом приснапить К оси Z Которую я сделал В виде Вектора Вот здесь Я не знаю Насколько Я понятно Объясняю Но сам факт Что видишь Я просто Прокрутил объект И приснапил Его К этой кривой И тем самым Выровнен Вычислил Перспективу Точнее Перспективу Господи Перпендикуляр За этот Перпендикуляр Вращение Сделал Вот этой Кривой Вот Такой процесс Ну я вот такие Вещи Как семечки То есть для меня Процесс выравнивания Это очень Так скажем Вообще Простая какая-то вещь А объяснять Оказывается Это очень сложно Ну на самом деле Это очень В принципе Важная тема Тем более В инженерке И где нужны Там точные линии Параллельные Плоскости Здесь видишь Здесь очень хорошо Что есть Эти параллельные Есть ребра Модели Да То есть И по этим ребрам Я могу Вычислить Это перпендикуляр Потому что Опять же Мои В этом плане Она Берет Свою систему Координат И старается Относительно Любой точки Которой ты захочешь Выстроить Координатную систему Чтобы к ним Чтобы к этой системе Выровняться То есть Чтобы он тебе Показал все возможные Варианты Также ты можешь Написать еще Вот здесь Снизу Но я не могу Мышкой показать Там интерфейс вылазит А ну у нас здесь И не видно на записи Но не суть В интерфейсе Ты можешь прям написать Нужно тебе угол И к этому углу Тоже будут Снапиться модели А ну ты имеешь Что типа там Поворот модели С каким-то шагом Фиксированным Да То есть все Ты написал Шаг в 45 градусов А например Есть инструмент Линейка Например Ну то есть угол измерить Ты измерил угол А потом с этим шагом Повернул на нужный угол Да Да То есть и такая тоже Система есть То есть Тебе мой Все это показывает То есть у нее Вот эта вот Внизу панелька Где пишутся координаты Все дистанции И радиусы Все тебе предоставлено Ну плюсом В новой версии программы Ты еще можешь сделать Dimensions Как они называются Инструменты для выносок Как это правильно называется Для чертежей Короче Инструменты То есть все это Тоже можно отметить И насколько я понимаю Это тоже параметрично Я еще не тестировал Еще не дошел До этого Момента Но там тоже Можно отметить Расстояние Линейки И прочее Ну в целом На самом деле Какие-то более-менее Такие адекватные вопросы Наверное у меня Позаканчивали Сейчас появился еще один А здесь Есть возможность Работать с векторными файлами Типа там DXF DWG Такое всякое Да Он DXF По-моему DXF Иллюстратор PDF Ну да По-моему и все Ну как реверс инженитеринг Делается Да То есть берется скан Как бы я этим занимаюсь Я как бы Геомейджик Там шарю Там еще какие-то моменты 3D сканер тоже есть Я как бы Поэтому Да Нет Интерес Здесь Здесь в этом плане Сложновато Потому что Даже когда я делал Для того Чтобы Короче у меня была Модель манекена Человека И мне нужно было На него сделать Словно там Костюм какой-то там Я концептор делал Неважно И Я когда его закидывал В мой 3D Он все полигончики Которые были на этом человеке Он сделал их Сюрфейсами Из-за чего Их там было Бесконечное количество И мой очень сильно Тормозило Поэтому приходилось Очень сильно Оптимизировать Геометрию Чтобы все-таки Пользоваться этими формами Ну это я еще Как говорится Молодой неопытный Был сейчас Конечно С этим В этом плане Чуть попроще Потому что У четвертой версии Мой 3D Есть импорт Кстати пускай Видос идет Фоном Что-то я его Ищу выключил Вот есть прям Импорт Геометрии Который он Может за сабдивить То есть он условно Использует алгоритмы Сабдивижена Если кто знает Как это Ну господи В этом В ZBrush Есть сабдивижены В прочих вещах То есть уплотнение Геометрии Но это уплотнение Здесь используется Для того Ну да То есть Не не зеремеш А вот именно Ну просто удвоение Геометрии Господи А да да Все Сабдив Сабдив Да Вот Но вот эти принципы Сабдива Он из них делает Сюрфейсы Причем Не такие мелкие По полигончику Каждый А вот именно Гладенькие Красивенькие Сюрфейсы Я не могу К сожалению Продемонстрировать Но если интересно Это можно загуглить Это Одна из таких фишек Мой 3D Когда ты Геометрию Которую ты сделал Под сабди Можешь импортировать И она будет Красивенькой Кадовской геометрией Ну по-моему Так может Фьюжик сделать Ты можешь В него Закинуть Биджишку Квадами Также ее Сделать Тисплайн Поверхность А вот уже Тисплайн Поверхность Можно будет Перегнать Поверхность Ну и там Можно Пытаться Задать Толщину Ну да Ну ты здесь Видишь Здесь Тисплайн То есть Здесь Нет Тисплайнов В 3D Вот Так Ну Наверное У меня Как-то Таковых Вопросов Больше не Осталось Может быть Там Какие-то Удивления По поводу Как-то Тут Реализовал Крепеж Потому что Я у себя Как-то Немножко Логика Строения Совсем Другая Была Почему Потому что Как я вижу У тебя здесь В основном Идет Не телами Ты вырезаешь А как будто Ты больше В поверхностях Работаешь Именно Локальные Там Локальные Делаешь Ну Здесь Там был Момент Просто Там Геометрия Очень сильно Затупила Так скажем Из-за чего Я не смог Правильно Сделать Прорези Вот И поэтому Где-то Да Где-то Плоскостями Проще Порезать Потому что Ты так Можешь Более Четко Контролировать Место Пересечения А в основном Конечно Булев Здесь работает Таким образом Что если У тебя Чертеж Ну Скажем Эскиз Если говорить По фьюжнски Если Эскиз Ты нарисовал В плоскости И он является Планарным То Булев Будет работать С этим Как С объектом То есть Тебе не нужно Брать твой Эскиз И выдавливать Из него что-то А ты можешь Просто выделить Объект Нажать Булев Выбрать Второй Объект И просто Вычесть И все И то есть Он поймет В какой-то Плоскости В фьюжике Также Можно Разрезать Объект Эскизом А ну вот То есть Видишь Логика Здесь такая То есть Здесь в принципе Логика какая Что есть Какое-то Ребро Либо эскиз Который лежит На плоскости Соответственно Есть нормаль Его И он По этой нормали Словно говоря Продлевает Но в целом То есть Меня иногда Вот В твоем Видео Меня больше всего Удивляло Только Какие-то базовые Вещи Которые Я в мой 3D Вымучиваю По минут 10-15 Ты там Делаешь Это за За три клика Особенно Вот что касается Вот той Сложной поверхности О которой я говорил То есть На самом деле Я очень сильно Тупил Как мне показалось Когда я Потал Сделать Потому что Но ты намного Быстрее Пришел к результату Чем я Это Но насколько я понимаю Именно это и ценится Вот В 3D Сообществе Потому что Как раз Почему Экут все используют Потому что Именно что Можно какие-то Нестандартные вещи Делать быстрее Чем везде Ну вот Да Потом У тебя был там Забавный момент Где ты пытался Сделать переход Сейчас Я на твое видео Переключу И это прям где-то А вот Вот этот момент Короче Есть у моей 3D Такой Ну момент Когда Не получается Филет Делается Вот такая Штука Как вот Ты сейчас На видео Делаешь Когда ты Делаешь Подрезку Да Когда ты Делаешь Подрезку И пытаешься Сблендить Эджи Между друг Другом То есть В моей 3D Это считается Крайняя степень Отчаяния Когда ты Хочешь Сделать Фаску Вот таким Способом Потому что Это очень Замороченный Момент И я такой Смотрел А ты Прям к этому Пришел Как-то Спокойно Совершенно Меня еще Удивило Почему ты Просто Филет Не использовал Может Я просто Невнимательно Смотрел А он По-моему Не вставал Потому что Там Незначительные Как раз Были Искажения Самой Геометрии Там Все Проще Туда Встает Чамфер Фаска Встает Туда Я тоже Тупил По-моему Ctrl-Z Отмену Сделаю Потому что Здесь до конца Сошиваться Не будет И по-моему Я туда Просто Воткнул Фаску Фаску Действительно Фаску Фаска Туда Вставал А вот Филет Нет Как раз Из-за Вот Кривулина Из-за Поверности Стороны Которую Устанавливал Ну Да То есть Здесь танцев С бубнами Тоже Периодически Хватает На самом деле И Косяков Здесь я Очень много Собрал Просто говорю Да Это был Такой Странный Подход Когда В сообществе Мой 3D Это прям Типа Крайняя степень Отчаяния Когда у тебя Филет Не получается Что нужно Ну Как бы Здесь Филет Получается В принципе Всегда То есть Тут два Состояния Либо Филет Получается Либо Филет Не получается Почему Потому что Толщина Поверхности В два раза Меньше Чем Твоя Половинка Филет Условно Геометрические Граничения Поэтому Если их Нету То Филет Ложится Ну Опять же Знаешь Какие-то Моменты Когда У меня Не получается Что-то Сделать Ни в мой Ни во Фьюжне Если Дилетантом Чувствую Каким-то А оказывается В какой-то Степени Это так И есть Но Не знаю Просто Оказывается Есть Очень большое Количество Методов А Вот Тут Паузу Можешь Поставить Вот Это Тоже Меня Очень Бесит Вот Видишь Я тут Делал Проекцию А потом Делал Оффсет Этой Проекции Чтобы Сделать Вырез И Вот Видишь Здесь Сплайн У меня Снизу Разбился На Большое Количество Вот Этих Контрольных Точек Или Правильно Сказать Вот 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 Эта Проблема Вот Этих Сложных Кривулин Которые Патчами Делаются Их Очень Сложно Потом Использовать Для Адекватной Для Адекватных Проекций Или Оффсета Например То есть Там Я помню Я делал Корпус для Какого-то Устройства Рального И Там Была Такая История Что Я Сшиваю Поверхность Потом Делаю Ее Проекцию Потом Что-то Подрезаю Потом Что-то Поверхности То есть Накапливается Так Ошибка Что У меня Просто Передо мной Лежат Набор Поверхностей И они Не сшиваются Фьюжн Вообще Да Это Это Жестное Поэтому Я Я просто Беру По тем Поверхностям Которые Мне нужны Я создаю Новые Делаю Новые Подрезки И как бы Использую Это как Новый Подсчет Какую-то Новую Стартовую Точку И Заново Эту Геометрию Как бы Простраиваю То есть В принципе Здесь Эта История С Проекцией Подрезкой Сшиванием Он здесь Очень Большую ошибку Накапливает Ну да Но опять же Я думаю Что Я у себя Историю Отключил На самом деле Я тоже Без истории Моделирую Мне так Больше нравится Я еще Где-то Слышал Мнение Что она Очень сильно Влияет В целом На работу С моделью Под дальнейшую То есть Она может В этом месте Где-то Вылететь У меня Даже есть Такая теория Извини Перебью По личным Наблюдениям Fusion Из-за того Что это Облачная Такая фигня Она в принципе 24 часа в сутки Когда включена У тебя То есть Она постоянно Мониторит Что ты делаешь Во-первых Какие подтверждения В этом могу Есть Отдельное Приложение Которое Ты можешь Скачать В App Store И оно Проанализирует Полностью Твою активность Всех твоих действий Например Там будет Круговая диаграмма Она тебе скажет Что например Ты хорош На основном Мало в чертежах Сидишь То есть В принципе Он На основе Анализа Всех твоих Проектов И истории Он понимает Какими Воркспейсами Какими инструментами Конкретно Ты пользуешься Чаще всего И типа Как бы Очень хорошая Типа легенда И выдает тебе Рекомендации По туториалам Которые у них там есть По факту Это слежка 24 на 7 За всеми твоими Проектами Которые ты делаешь Поэтому Рекомендация Номер один Если ты работаешь С Меш-объектом Потому что В принципе В Фьюжике Можно делать Несложный Реверс Инжиниринг Сканов Или еще что-то Первое Если ты работаешь С СТЛ Отключай Историю Потому что Без истории Там куча своих Плюшек Есть При работе С дисплайнами И вообще Там чуть Гораздо более Благозный Процесс можно настроить У меня есть куча Видосов Есть на эту тему Процентов на 30 Быстрее Работать точно А еще я замечал Что если Закешировать Объект И работать Локально То есть уйти в офлайн То у тебя Еще будет Небольшая Привязка Производительности Прирост Не привязка Да Прирост Потому что Как раз Какие-то обращения К серверу Все-таки Фьюжинг Делают регулярные Ну да То есть Мне вот В этом плане Нравится Мой Тем Что она вообще Может запускаться С флешки То есть Она Как-то Называется Портативная То есть У тебя Прям Непосредственно В одной папке Может езжать Файл настроек И Все Ты можешь Взять Работать дома Потом На флешку Скопировал Принес на работу Или на вот Как я делаю У меня все лежит На облаке На яндексе Я положил Себе Все это У меня там Общая папка Она синхронизируется С рабочим компом И вообще Вот все Все изменения Допустим Я же Работаю До сих пор На сборке То есть Все изменения Которые я вношу У себя дома В сборку Они уже Все на компе Обновились То есть В этом плане Мне очень Комфортно работать Вот Ну у меня тоже Я посмотрел Вопросов Мы их Все прям Обсудили По ходу Твоих вопросов На самом деле Вот Я смотрел Весь И в таймлапсе Я пересматривал Твою работу И на видео Я смотрел Работу Тоже Под Чашечкой Кофе Так скажем На самом деле Крутую работу Мы проделали Так или иначе Потому что Очень мало Точнее Как Я вообще Не видел Нигде Видео Где бы сравнивали Рабочие процессы В этих программах При том что Как сказать В 3D сообществе Особенно в сообществе Моделеров Не инженеров А вот именно Для геймдева Моделеров И прочих Бывают мнение Что все таки Ну мой 3D Это что-то такое Уже архаичное Переходящее Но Как показывает практика Мы справились С этой моделью За одинаковое время Условно Да Ну плюс-минус Да Я могу сказать Что если я буду делать Ее второй раз Я сделаю ее быстрее Ну да Это естественно У меня был момент С тем Что я какую-то часть Видео записал Со второго раза Но я бы не сказал Что я ее сделал Быстрее Чисто из-за того Что как бы То что мне оставалось Доделать Это вот как раз таки Часть Где крепеж с GoPro Камерой Там уже Особо-то сложной Ничего не было Самое сложное Для меня было Начать Работать с этой формой И вот эта вот Запчасть Которую я В ренцерсе Делал в итоге То есть Это да Поэтому Здесь мы Исполнили модель Быстро И при этом Так чисто из практики Если например Это делать в полигональном Редакторе Это будет сильно быстрее А я уже не знаю Как тебе ответить На этот вопрос Я давно не работал В полигоналке То есть Не Ну я делаю Ретопологию Иногда ручную Если там Ну все таки Так или иначе От геометрии В 3D редакторе Это от Некоторый Такой Ну точнее Как Это подход То есть Нужно Сидеть С сознанием дела Моделить В CAD Чтобы потом В 3D Ну в 3D Пакете Работать с этим Уже на практике То есть Ну Слушай Ну я вот Комбинирую иногда Например Вот я вот делал Пару игровых моделей Но у меня По инерции Почему-то было Я начинал делать Габаритные Всякие штуки В CAD И запихивал В блендер И там вот уже Мне проще было Как-то размер выставлять Но это привычка Это неправильно Это моя Ну нет И если я Например Делал какие-то колечки Да я еще отливал Там серебре Там все дела Там знакомых Я делал Мне в зебре Очень сложно Я до конца Не понял Как там С размерами Нормально работать По-моему никак Поэтому я просто Там И насколько я знаю Все ювелирку Которую делают Зебре Ее потом дорабатывают Ну в смысле Допинывают Уже в каком-то Редакторе Который непосредственно Со станком работает Насколько я понимаю Там возможно Именно У тебя в этом Побольше опыта Потому что ты говоришь Что ты с этим работаешь Ну и Как я работал Я просто делаю точную модель Условно говоря Размеры Загоняю болванки Такие Примитивы Туда И Потом уже Там что-то я как-то Скульпчу Условно говоря Да там Минимально Хотя у меня очень Маленькие познания В этом вопросе В основном там что-то По сглаживанию Там вот эти прикольные штуки В разделе Дефорум По-моему есть Релакс Он там Все потяжки убирает Вот И потом обратно Закидываешь во фьюжик Условно говоря Потому что там Все равно какие-то потери По масштабам Могут происходить Я так и не понял Там куча Тоже каких-то плагинов Есть Можно просто Экспорт файл Стрельку экспортнуть Можно ее Через 3дпринт Какой-то хаб Сделать И при этом Странный подход Очень Я вообще не могу понять Как этот продукт развивался Но в целом Я понял Что нужно проверять После Зебры Размеры Прямо строго Поэтому я опять Запихиваю фьюжик И калибрую По тому размеру Который уже У меня был изначально Подгоняю И после этого Можно что-то Его экспортировать Уже куда-то То есть у меня Такой подход был Всегда Ну Ну вот кадровская привычка Знаешь Четко до миллиметра Все дорисовывать Ну да У меня У меня был Кстати вопрос По счету Точности Миллиметров Миллиметров Всех этих То есть короче У прямого моделирования Есть такая фишка Что ты Когда делаешь фасочку Какую-нибудь Вот тянешь За эту стрелочку И она вот У тебя все Красивенько Эта фасочка рисуется Но по сути дела Все равно Для точных значений Как бы ты эту стрелочку Не тянул Ты все равно Прописываешь Цифрами значения А в мой 3D ты просто Сразу пишешь Цифрами значения Так не Не обязательно Стрелочку тянуть Насколько я понимаю Ты просто выбираешь Значение Нажимаешь F И тут же можешь Цифру ввести Какую-то Enter Ну да То есть Отсюда вот И вопрос Типа А какова ценность Тогда этого метода Что типа У тебя просто В реал-тайме Начинает строиться Фасочка Не пойму Немного А Теннис Смотри какая есть Например У тебя есть Геометрические ограничения И Вручную Например цифр Перебивать Там 5 7 8 9 Это может быть Долго А здесь Ты такой Типа Хоп Короче Тянешь И визуально Она в какой-то момент Исчезает У тебя значит Короче Геометрические ограничения Она создаться не может Ну то есть Условно Ты можешь Да Поиграть Условно Какие у тебя Максимально Минимальные Значения Могут здесь Появиться Бывает такое Что в принципе Тогда фаска Не может лечь Вообще В принципе Поэтому Ты можешь Даже Не вбивать Эти значения Я для себя Так определил Да Ну да Опять же Принципы Прямого моделирования Это не только Фасочки делать По нажатию мышки Там много всего Поэтому В целом Я естественно Понимаю В чем разница Просто Мне как раз Вопрос такой был И мне интересно Ты на него бы ответил И ты ответил Все Ну что Думаю Что на этом Наверное Мы все обсудили То есть Цель нашего Всего этого действия Была в том Чтобы просто Показать друг другу Как одна И та же модель Как делается В разных редакторах И я думаю Что мы Друг друга порадовали Вот Но Скажем так В самом втором случае Наверное Это было немножко Не в одном Там были Несколько Некоторые сторонние Все-таки Инструменты Ну да Нет Мы Как сказать Мы Проверяли Подходы Подходы Да Как Пайплайны Как правильно Называть Пайплайны Пайплайны Поэтому В целом Конечно Мойка Такая Интересная Но Честно Не знаю Буду ли я Рассматривать Больше Чем просто Конвертер Полигоны Пока Честно Не знаю Вот Какой-то Есть Барьер На вот эти Шоткаты Новые Там Вот это Все Ну конечно Не отрицаю То есть Опять же Это все Дело Привычки То же Самое Что сейчас Людям Которые Работают В Блендере Говорит Что Все Срочно Пересаживайтесь В синем Нет Это так Не работает Если человек Уже По-моему В Блендере Ведутся Какие-то Работы По Введению Минимальных Туда Кадовских Инструментов По-моему Если Не ошибаюсь Или Ошибает Это Плагин Какого-то Человека Который Хочет Чтобы Это Все Там Работало Таким Образом Но Пока Что Это Я Внимательно За Этим Слежу Алине Родмаги Было Прописано У них Ну Наверное Ну То Что Я Видел Да Это Интересно Выглядит Но Не знаю Это Нужно Просто Опять же Надо Уметь Работать В Блендере Чтобы Это Все Радовало Так Скажем Я В Блендере Работать Не Умею Поэтому Мне Немножко Безразлично На Это Ну Да Нет Я Вообще За всем Слежу Сейчас Все Что Касается Кат Моделирования Именно Простого Ти Конечно Я Я В Бета Тесте Участвую Я Тут Тоже Пацан Пацанам Там Пишу Она Будет Все Платная Скорее Сего Или Что Ну Да Как Разработчик Уверяет Что Сейчас У него Пластисет Работает На Русском Движке C3D Компасовский Из Того Что Он Сейчас Не Может Платить Лицензию В Россию Он Будет Переходить На Парасолид Это Вот И Он Тоже Есть Твой Движок На Котором Можно Написать Свою Любую Тифлекс Тоже Русские Разработчики То есть У него Только В этом Барьере Ему Очень Нравится Компасовский Движок Вот Но Все Таки Из-за Ограничений Он Вынужден Пересесть На Парасолид Ну И Ему Тоже Откуда Такие Люди То есть Чем У них Какой Них Бэкграунд Что-то Они Вот Я Не Знаю Какой Это Его Зовут Ник Он Работал Раньше В Мой 3D Очень Плотненько Так Скажем То есть И В Какой То Момент Он Просто Начал Писать Свой Движок Скорее Всего У него Бэкграунд Программистский И Он Ну Как Хобби Использует Мой 3D Или Вообще В целом Занимается Моделированием Как Хобби Короче Леди Не Наверное В любом случае Да Вот Ну Он Записывал Тоже Парочку Каких-то Вещей Для Нод Эдитера Для Мой 3D По которой Я Рассказывал То есть Он Как бы Ну Как сказать Сознанием Делал То есть Он Пытается Сделать Движок Точнее Пытается Сделать Свою Мой 3D На движке Более Современном Вот Поэтому Да Я Тоже На В Пока Что Очень Тяжело Ей Пользоваться Он Какую-то Другую Сторон Все Это Ведет И Не Знаю Может Он В Том Планшетов Ведет По интерфейсу Похоже Планшета Большого Типа А по Интерфейсу Он Писал Что У Немножко С Этим Есть Большие Проблемы Так Скажем И Никто Не Хочет Ему Пока Что Помогать Мой Мой Успешно Может Такой Некорректно Процент Как Еще Раз Сначала Как Как Успех Имел Мой 3d Была Очень Популярна В 14 Году И В Этому Точнее Как Она Работает С 2009 Года Я Здесь Не Буду Прям Точно Цифрами Говорит Она Когда Только Вышла Она Очень Была Популярна Потому Что Тогда В Тот Момент Времени Так Скажем Рассвета Вообще Компьютерной Графики Если Это Можно Так Сказать Если Может Так Обозначить То есть Не Было Таких Простых Программ Для Работы В Каде Поэтому Очень Сильно Развивался Полигон Очень Сильно Развивалось Полигональное Моделирование А Мой 3d Пришла На Рынок На Этот Вот Именно Для Концепт Дизайнеров Для 3d То есть Типа Вот Смотрите Есть Кад Моделирование Для Простых Людей И Из-за Этого Она Обрела Полярность Большую Поэтому Ее Заметили Большие Концепт Художники Такие Как Виталий Булгаров Еще Еще Есть В России Много Таких Ребят Виталий Булгаров Он Русский Но Вла Сейчас Или Где За Рубежом Он Работает И Живет Но Так Или Иначе Эту Программу Заметили Большие Ребята В Которым Понравилась Легкость Моделирования Легкость Работы С концепт Дизайном С концепт Артами И Она Да Она Была Очень Популярная Она И Сейчас Популярная Про Нее Знают Особенно Те Кто В среде Моделирования Но Коммерческий Успех Она Дешевая И Очень Легко Купить Даже На Далеко Скачать Ну Как Но Я В целом Наверное Мы уже Обсудили Какие-то Общие Вопросы Которые Волновали Меня Либо Вадима Что-то Под заключением Можно сказать Мои личные Отношения К мойке Я уже Немножко Кратце Затронул Скорее Всего Буду Использовать Как Конвертер В STL В OBG То есть Именно После Када Сделать Какую-то Более-менее Такую Приемлемую Сетку Для Экспорта Куда-то Наружу По поводу Изучения Программных Пакетов Очень странные Отношения То есть Я Очень плохо Изучаю Если не вижу Их какого-то Непосредственного Применения У себя То есть Например Блендер Я очень долго Чтобы изучать Блендер Я вписался В сообщество Индио-заработчиков Они Пилят игру В поселенные SCP Foundation Ну там Всякие Чубрики Монстры И вот Типа Я вот такой Дурак Хочу модели Делать Они такие Говорят Ну типа Окей Хорошо Давай Что ты умеешь Я говорю Ну вот В казе могу Они такие А что это такое Ну вот В итоге Мыкались Пыкались В итоге Там Небольшая поддержка Была с их стороны Там есть Два-три Постоянных Человек Которых Все пилит На самом деле И остальное Став Которых Постоянно Плавает Потому что Как бы Денег нет Все На Спалки Вот И Ну какой-то Опыт Все-таки Обратную связь От них получал Время от времени Ну и Как-то Вот Мне это Немножко Мотивировало Да То есть Ну в целом Конечно Когда я работаю Бесплатно Это почему-то Выгорание Очень быстро Приходит Ну А вот Это всех По-разному Вот Ну вопрос Мотивация На самом деле Это вообще Отдельная история Мне кажется Которую Можно даже В отдельное Видео Запихнуть Мне кажется Вот Каждый Мотивирует Себя по-разному Тоже мотивирует Кстати Конечно Я надеюсь Что Наше Видео То есть Тоже Поможет Людям Возможно Попробовать Что-то Новенькое Для себя И Тоже Разгрузить Мозг От какой-то Рутины И Попробовать Иначе Посмотреть На вещи Ну кстати Вот Видишь Я вот Филипт пытаюсь Нанести Вот ты Вансиси Его бахнул А у меня Он тут Не встал По-моему Я тут Вот так Оставил По-моему Но ты Пробовал Филипт А я сделал Чамфер А возможно Я там Либо это брошь Либо чамфер Здесь делаю Я уже не помню По-моему Я так оставил Короче Это нужно было Сделать отдельно Двумя телами Сделать чамфер Отдельным телом Либо филипт А потом Эти цилиндры Уже Объединить С ним То есть Это уже Мысля Потом Пришла Как вариант У меня Да Я сейчас На этот момент Здесь тоже Перемотаю Да То есть Да Я сначала Попробовал Внешний Потом Выделил Внутренний И все Он как-то сам Видишь Все Изделал Причем По-другому Устраивает И все Меня это Устроило Вполне себе Ну в принципе Все равно Графика Это про обман Визуальный Поэтому Это же Не про производство Это про Изображение Да Да Поэтому Ну что Да Давай наверное Заканчивать Уже потихонечку Давай Это Вот В принципе Вопросов Не осталось Пока что Может быть Потом Какие-то еще Мы Ну если Может кто В комментариях Да Да Вот Хотелось бы Конечно Чтобы какая-то Была активность В виде Обратной связи От сообщества Вот Обязательно Подписывайтесь На канал Помойки Если вам Интересно Ссылочки Там будут Помойки Да Главное Это быстро Не говорить По Мои 3D По Мои 3D Да На канал Мои Не по Мои Обязательно Там Я Там Всякое Разное Там Да Ну кстати Там у тебя По-моему Не так много Видео Смотрел Как бы У тебя какие Ну на ютубе Я только начинаю А Только начинаешь Ну там уже По-моему Неплохо Так тебе Человек Набралось Быстро Ну За месяц Сотка человек Даже 160 Мало Ну блин Я сижу Это много Потому что По-моему Не так много Контента Такой ругатель На слово Контент Материал Образовательный Не Вот Не сказал бы То есть Мне тоже Много Кто говорит Что типа Блин Вот так мало Контента Образовательного Запиваешь В ютубе Мой 3D Я Практически Каждую неделю Мониторю Новые ролики По программе Тоже ты страдаешь Ну естественно Потому что Мне нужно Быть Каталочка Мне нужно быть В центре Событий Всех Я за всем Этим слежу И то есть Да Много Материала Но они В основном Весь на английском На испанском На еще Каком-то У меня с английским Нету Поэтому Там все Понятно Более Меня Ну вот То есть Поэтому Да Люди Просат Больше Дикие вещи Знаешь Что делают Азиаты А ну По фьюжне Которые я видел Это какие-то Японцы делают И там роботы Я просто Я Арина Церас Так Изучал По Стримам Японцев Каких-то Они прям сидят Моделят Какие-то Адовые вещи И ты такой Блин Зачем Ребят Зачем Ну вот Вот такой Менталитет У них Они вообще Превыше всех Должны быть Наверное Я не знаю У них это Шикарно Получается Смотришь на них И думаешь Вот все Нужно быть Таким же Упоротым Поговорка на эту тему Пока ты спишь Да-да Азиаты моделируют Азиаты моделируют Да точно Ну что На этом все Все На этой ноте Заканчиваем Подписывайтесь Обязательно На Евгения На меня На меня Да Будем Может быть Еще тоже Что-нибудь Придумаем Может Еще Заколабимся Да Можно конкурс Придумать Какой-нибудь Даже с призами Кстати Да я бы Сам поучаствовал В конкурсе Где разыгрывают 3DX Connection Если честно Очень Больший дрон Не будет Не В целом Можно изготовить Мерч какой-нибудь Кстати Типа брелоки Например С символикой Мой не помой Я знаю Легко можно сделать Причем Относительно недорого Да Да Можно Можно Ну Ладненько Да Все Ну все До встречи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok